Не будем сегодня торговать, но сегодня будет очень интересное видео, я вам расскажу про деньги, какой платежной системой я пользуюсь, как я вывожу деньги, как я вывожу крупную сумму денег, как я вот покупал квартиру, нет ли у меня проблем с налоговой, вот кого интересуют все эти вопросы, как я вот это вот все делаю, смотрите это видео, будет очень интересно. И сейчас я работаю над тем, чтобы легализировать как бы свою марку, свой бренд, уже выступать под каким-то определенным именем, чтобы уже не было дальше проблем. Проблем и так нету, но вдруг, когда будут появляться огромные суммы денег, наверное уже все-таки проблемы будут. Так что об этих всех шагах я вам буду рассказывать в своих видео, как я постепенно к этому буду идти. Так что погнали. Итак, первое, платежная система, которой я пользуюсь. Вот сейчас в основном я пользуюсь одной платежной системой, это ePayments. Как по мне, ePayments это, не знаю, самая лучшая платежная система в мире. Здесь настолько все круто. Вот, наверное, нету такой платежной системы, где бы я не был. Там, ну, Teller, Skrill, WebMoney, Яндекс, PerfectMoney, Payer. Да, абсолютно везде я зарегистрирован. Но такого, как на ePayments, нигде нету. Так что если вы не зареганы еще на ePayments, регистрируйтесь, потому что, если вы вот этой вот деятельностью в будущем заниматься будете, ePayments вам обязательно пригодится. Регистрация идет, верификация идет буквально где-то 7 дней. Да каких 7? За 3 дня мне верифицировали аккаунт. И карта. Карта с Лондона идет месяц, но мне пришла она почему-то за неделю. Тоже все четко и быстро. Итак, смотрите, вот счет. Здесь моя карта, видите, 900 долларов на карте. Здесь евро, уже вывел, купил квартиру. Здесь еще остались баксы. Перевел, кстати, с биткоинов на ePayments 20 тысяч долларов недавно. Итак, чем же так сильно мне понравилась эта платежная система? Во-первых, здесь можно переводить деньги, вот видите, перевод на банковскую карту. На любую банковскую карту мира деньги приходят в течение 1-2 секунд. Вы представляете, на любую, Сбербанк, Приватбанк, на любую вообще карту. Вписываете номер карты, нажимаете ОК, и 2 секунды, и деньги уже у получателя. Настолько все круто. Ни у одной платежной системы я такого еще не встречал. Там идут какие-то переводы, там у скрила, вот там свифт-перевод, идет 7 дней. Короче, что попало, здесь буквально 2 секунды. Дальше, на банковский счет можно. Смотрите, на криптовалюту можно покупать Litecoin, Bitcoin, Ethereum, на WebMoney, на Яндекс.Деньги и на Kiwi. То есть, берете там, вписываете сумму, ОК, деньги у вас уже на WebMoney, 2 секунды. На Яндекс.Деньги и на Kiwi также. Вот с этой платежки я пополняю абсолютно все себе кошельки, уже нету проблем. Раньше я пополнял Kiwi через обменники. В обменнике нужно было с Приватбанком, не через обменник, и потом только приходят деньги на Kiwi. Также мне пополнять нужно Яндекс.Деньги, потому что сейчас много партнеров, там конкурсы. Мне нужно деньги отправлять. Ну, человек скинул мне Яндекс, мне нужно ему на Яндекс отправить. Скинул Kiwi, нужно ему на Kiwi отправить. То есть, с помощью вот ePayments я пополняю. Абсолютно, вот можно пополнить любую платежную систему. Все очень-очень круто и просто. Вот эти мне очень сильно нравятся ePayments. Ну, плюс в том, что на банковскую карту. Как же круто, что на банковскую карту за 2 секунды приходят деньги. Также вот можете со своего счета переводить на свою карту, на свою карту ePayments. Уже вам ее показывал. Вот. Вот моя карта ePayments. Берете эту карту и в любом банке мира можете рассчитываться. В любом ресторане мира, не знаю, где хотите. Даете карточку, рассчитываетесь. Все четко, все очень просто. Снять можно наличку 3000 долларов в день. Итак, как я обналичиваю крупную сумму денег? Вот мне поступают деньги вот сюда. Я перевожу вот с доллара. На долларовую карту перевожу деньги. В день можно переводить 2500 долларов. То есть, я каждый день по 2500 перевожу. То есть, я вот так вот переводил, переводил. Насобирал 30 тысяч долларов на карте. На мою карту, на приватбанк. Деньги приходят, все четко. Лежит у меня огромная сумма. Никаких проблем с налоговой у меня нет. Бывают мне. Два раза мне звонили с банкой. Говорили, не желаете ли вы оформить у нас депозит. Вот и все. Как теперь снять эти деньги? Эти деньги нужно заказывать. У нас в приватбанке есть такая фишка. Заказать валюту. Я захожу там в настройки. Заказать валюту. Выбираю, сколько я хочу заказать. Но можно только ту сумму, которая есть у вас на банковском счете. То есть, выбираю сумму. Там 30 тысяч долларов. Выбираю ближайшее отделение. Нажимаю ОК. На следующий день... Выбираю дату. И нажимаю ОК. На следующий день мне приходит уведомление. Деньги ждут вас по такому-то адресу в отделении. Я прихожу в отделение. Даю свою долларовую карту. Она там вставляет долларовую карту. Деньги не снялись. Почему? Потому что есть лимит. В месяц можно только 30 тысяч долларов. И стоит лимит 18 тысяч долларов. Но деньги можно выводить сколько угодно. Хоть 100 тысяч долларов, хоть миллион долларов. Но есть у них лимит. У нас в банке 30 тысяч долларов. То есть, за одну операцию мне можно только вывести 30 тысяч долларов. То есть, я позвонил оператору и говорю, разрешите мне одну операцию на 30 тысяч долларов. Оператор разрешает. Я жду 5 минут. Даю карточку. Деньги снимаю. Она берет мою подготовленную сумму и выдает мне. Если я хочу, например, снять 100 тысяч долларов. То есть, мне нужно 3 раза, да, вот так вот снимать. Я опять позвонил, скажу и говорю, можно мне разрешить еще раз на 30 тысяч долларов. Чтобы поставить лимит себе 100 тысяч долларов, к примеру, там нужно подавать заявку и долго ждать. Говорили в течение недели. Ну, может быть, раньше. Я в это вот сильно не вникал. В течение недели или раньше вашу заявку рассмотрят. И можете снимать за один раз хоть 100 тысяч долларов. То есть, но не важно. Важно то, что хоть 200 тысяч долларов, хоть полмиллиона долларов вы можете снять в отделении. Просто закажите эту сумму. И просто вы будете стоять и звонить в банк. Разрешите мне еще раз на 30. Разрешите мне еще раз на 30. Еще раз на 30. И так можете стоять возле кассы и снимать все деньги. Но если не хотите париться, если у вас огромные уже там деньги, у меня пока, не знаю, 100 тысяч баксов нету, можете позвонить, дождаться, чтобы вам разрешили этот лимит и уже спокойно себе снять 100 тысяч долларов. То есть, пока никаких проблем не возникало. По поводу процентов. Сколько я теряю? То есть, когда я вывожу деньги с компании Лимтрейд, я теряю, то есть, приходят они мне нормально на e-payments. Когда я перевожу с e-payments на карту, я теряю 3%. Комиссия e-payments 3%. Это, кстати, довольно-таки нормальная комиссия, потому что на других платежных системах там по 10%, есть и по 16%. Я вот с крылом пользовался, там мне вообще не нравится, неудобно. То есть, я перевожу на карту долларовую. И с долларовой карты, когда я обналичиваю, еще теряю 1%. То есть, с Олимпа до налички я теряю только 4%. Мне кажется, это вполне нормально. Дальше. Ну, вот так вот я снимал наличку, выдала она мне все бабки, я там расписался, все четко, пошел, забрал деньги, никаких проблем у меня не возникало. Дальше. Когда я вот покупал квартиру, мы договорились с продавцом, что в долларах, мол, я ему передам всю сумму. У нас была машинка, мы эти все деньги на машинку пересчитывали, и ультрафиолет был, чтобы проверить, не поддельные ли деньги. И, кстати, одна купюра была поддельная. Вот, я ее вам приготовил. Вот. На ощупь, ну, вообще отличить ее нереально, потому что, ну, точь-в-точь такая же, как и остальные купюры. Я вот сравнивал, там сидел, смотрел, всматривался, все одинаковое. Тоже, там, знаки все есть, на свет все есть, но когда вы ее вставляете в ультрафиолет, она ярко-ярко таким белым. То есть, когда вы обычные купюры, они не должны светиться. Когда вот вы вставляете вот эту вот купюру, они должны светиться. Она вот будет светиться. То есть, она слишком выделяется на фоне остальных. Прям, прям как бумага светится. То есть, мы брали, когда пересчитали деньги, мы брали определенную часть денег вот так вот под ультрафиолет с одной стороны, все бумаги, все купюры проверили, перевернули. Потом вот с другой стороны тоже все проверили. И все. Ну и вот так вот проверяли. И вот одна купюра оказалась поддельной. Я не знаю, или это с банка, потому что я еще раньше менял деньги в обменнике. Я вот добавил ту часть денег с обменника, когда покупал квартиру. Может быть, это купюра с обменника. Но, то есть, на будущее, знаете, что если вот будете менять в обменнике, просите, чтобы вам их под ультрафиолетом все купюры вот так вот просканировали. Так, по поводу банка все рассказал. То есть, нужно заказывать сумму. Вам нельзя вот так вот прийти в банк и сказать, дайте мне 20 тысяч баксов только на заказ. Деньги все на заказ. И, кстати, когда я снимал деньги, там много людей снимает, блин, огромные суммы денег. Я там смотрю, у нее список там. Кто-то снял 50 тысяч баксов, кто-то 30, кто-то 40, кто-то там по десятке. И она берет вот эти вот все суммы и вычеркивает. То есть, по сути, в банке очень много денег. Если собираетесь грабить банк, так что, знаете, там заказывают люди деньги, деньги там есть. Но, когда вы хотите снять, там, прийти, вот дайте мне там 100-200 долларов, вы можете снять. Она может вам выдать на руки до 500 баксов, то есть, без заказа. А свыше 500 сумму нужно заказывать в банке. Вот и все. Пока никаких проблем не возникало. Еще раз говорю, все четко. Но для будущего понятно, что мою деятельность нужно как-то легализировать, как-то узаконить, чтобы потом вообще никаких проблем не возникало. И я нормальный был гражданин, то есть, платил налоги в государство, все было четко. Так что, пока не сильно большие деньги, наверное, по меркам наших банков, нашей страны, что они пока никаких претензий ко мне не имеют. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки. Будут вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно буду отвечать на комментарии. Также пишите в комментариях, что бы вы хотели еще узнать. Вот это вот люди меня спрашивают. И вот я вот все это вам рассказал. Так что пишите, пишите свои вопросы, что вас интересует. Если будут много вопросов, сниму отдельное видео. Если мало вопросов, буду отвечать в комментариях. Так что всем счастья, любви, здоровья, много денег. Обязательно регистрируйтесь в ePayment. Ссылку первую оставлю в описании. Всем удачи, всем пока.